всем большой 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 привет гости канала подписчики хочу поздравить всех вас наступающим новым годом а точнее уже с наступившим потому что этот влог выйдет уже после новогодних праздников так смогу я залезть не смогу надо раскладывать а направляюсь я на чердак так вот мои хорошие вон она я в отражении желаю всем крепкого здоровья самое главное достатка хорошего самочувствия хорошего настроения и успехов во всех начатых и начинаемых делах так теперь как надо сделать ну-ка вот так вот так вот так вот так ну вообще как бы ее надо отставить сейчас сделать шаг больше от стены отодвинуть так вот так вот не хватит как она тут закрепляется а сил не хватает не хватает сил да уж значит буду на незакрепленной лестнице водички для машинки так и эта лестница у нас с вами сегодня даже не спроста хочу вам сказать она мне нужна не только для того чтобы залезть на чердак но она еще сыграла определенную роль судьбе одного из наших животных это лестница расскажу попозже что случилось блин конечно вот эту застежку сделали так высоко мне очень трудно с моим маленьким ростом очень трудно ой господи так сейчас подождите пожалуйста я без треножки без ничего надо же как-то залезть а чтоб залезть надо взяться за что-то сейчас секунду ой мамочки страшно немоверно все я забралась ссори вечно заляпанный объектив о я надеялась я почему-то считала что она у меня завернута в ткань она ни хрена шички ничем не завернута блин блин ски она шпыльная припы ой как она летит видно вам какая она пыльнючая трындец и шоссе делать теперь и осель-мосель шо ж теперь делать ой блин так шланг как бы есть и как бы нету и подключить я его сама сейчас не подключу скорее всего это целая проблема и не факт что по скорее всего что они все полопались но был были куски так и что же делать но я-то пыльную елку я хотела в этом году да с искусственную елку поставить но она в таком состоянии и и надо мыть со шланга под напором и сушить да это ее надо все-таки летом доставать как так получилось ё-моё очень пыльная и и надо летом доставать час еще раз протру подождите видите да как вы летает и и надо летом доставать и подключать шланг мыть сушить и заворачивать в ткань в пленку так ну придется покупать теперь ёлку живую не хотела они все желтые такие стоят не красивые убогие я не хотела хотела уже искусственно она у нас видите большая если ее распушить она красивая хорошая елка но опять же таки она лежала лежа это уже у нас тут работники работали срач навели поперекидали все доска пожалуйста шо она тут делать так джесси брысь джесси уди уди джесси вот дурная скотина вон она видите уди брысь брысь сказала уйдите обе оттуда смогу я ее выкинуть эту доску уди джесси ой смогла нормально так что зря я сюда залезла теперь буду вылезать твою налево ну что теперь переходим к подготовке к дом в доме не помню сказала я или нет сегодня у нас 30 декабря завтра 31 новый год так но настроение у меня совсем неоднозначное не новогодние я бы так сказала некоторые причины есть для этого так вот у нас вот это место мы сюда ставим елку всегда то есть мы сейчас с мальчиками уберем вот этот стол где они уроки делают уберем вот эти коробки которые мы никак не доделаем в общем это все уберем освободим место и поедем в ветеринарную клинику и по пути по дороге купим елку и Продолжение следует... 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 Димочка, наведи на сумку. Сумку Барсик уже узнал, и он в нее уже не хочет. Но придется, надо... Илья, иди быстро обувайся, одевай корточку. Бегом положите. Вот он уже вцепился в меня. Васенька, зайчка мой родной. Барсика мы уже возили к доктору, тоже как-то у него что-то было. Борюсь, очень надо. Зай, по-другому я тебя не довезу. В машине сам Барсик ездит очень хорошо, с большим удовольствием. Просто сидя в салоне. Но в сумке это ужасно. Еще и с больной лапой. Барсик, родной мой, милый. Надо. И у нас нет переноски, котановски. И если бы мы жили хотя бы рядом с клиника, я бы ее взяла на прокат. Хотя бы взяла бы ее на прокат. Нет, не получается. Дим, ложи, выключай телефон, помогай мне. Сели в машину. Поехали. Кот орет, как потерпевший. Он же в сумке сидит. Усадили его все-таки в сумку. Саша. Саша звонил, просил. Привезти ему болгарку. Но я же понимаю, что болгарка это то, что с дисками там пилит, короче. Да? Ну, я что-то вижу шуруповерт, дрель. Болгарку не вижу в упор. Вот в упор не вижу болгарку. Ой, мамочки. Нету болгарки. Ну, значит, без болгарки. Короче, пришлось вернуться. Вспомнила, что я для него болгарку не взяла. Посмотрите, какое у нас небо. Голубое-голубое солнце светит вовсю. 31 декабря. Новый год. Ой, 30-е, прошу прощения. Новым годом и не пахнет. Так, ладно. Ой, как говорит моя мама, с Богом. Поехали. Почти доехали. Вспомнила. Я же не сказала, что Барсик спрыгнул с этой лестницы, с самой верхотуры. Прыгал от собаки. И вот что-то у него теперь слабое. Что именно, я не знаю. Вот. И... А почему мы его возили давно к ветеринару? Почему он эту сумку знает и помнит? Он уже у нас, когда маленький был, он чахлый был, больной, кашлял. Вот. И мы ему лечили астму. Сейчас он кашляет иногда, иногда. Но он уже перерос, вот вылечился. Ему кололи витамины, там еще что-то для роста кололи. И оказалось, что наша... Господи, Джесси. Наша Басичка, мы же думали, что это кошечка. Оказалось, что это кот. У него спустя полгода, может быть, даже год, очень долго, год, наверное. Короче, опустились яички и выяснилось, что девочка Бася оказалась мальчиком Барсика. Вот. Вот он сидит... Слышите, орет. Сидит, орет, но ничего сделать я не могу. Ничего сделать я не могу. Барсик, чуть-чуть осталось, чуть-чуть терпи. Я не представляю, как я сейчас буду их двоих нести к врачу, не знаю вообще. Вот помощники, дети. Дима помощник. Илья, это так. Постольку, поскольку. Вот, не знаю, как мы сейчас будем справляться. Я, наверное, буду нести Джессику. Дима будет нести Барсика. По очереди будем заходить. Вот. Я так думаю, что я, наверное, зайду сначала с Джессикой, а потом заберу у Димы Барсика и зайду с Барсика. В общем, сейчас сходим, сейчас сходим, доедем, сходим и я вам все расскажу. Ну что, взяла, одну даму уже отвела, сводила на укол. Взяла переноску у доктора. Теперь уже идем с Барсиком. Так, если кому надо вдруг. Это если кому вдруг надо, то есть Севастополь. Так. Все, теперь кота несу. Все. Сводила кота, дали кучу лекарств. Сейчас у них выходные до 4-го числа. Мы попали как раз на эти выходные. Господи, дали два лекарства, на все эти дни зарядили шприцы. Сейчас снимаем опухоль, снимаем воспаление. Вот. Дальше уже потом будет видно. Если перелом пальцев, то как бы срастется, это не страшно. В общем, что еще? Самое, самое не знаю, и смешное, и невеселое. Вонища сейчас стоит в машине такая жуткая, вы не представляете. Барсик, мы пока ехали, описался. Нассал в сумку. Естественно, это все протекло. Но я так чувствую, что все-таки придется мне покупать переноску. Просто, понимаете, такие ситуации складываются раз в несколько лет. И вот представляете, все эти несколько лет переноска просто тупо будет валяться. В принципе, он нормально ездил в сумке всегда. Но сегодня уже прям что-то... Но он целый день в туалет не ходил, на самом деле. Он спал, лежал, 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 не ходил. Чуть-чуть поел, и в туалет он не ходил вообще. Поэтому неудивительно, что он обсыкался. Короче, вонища теперь стоит в машине жуткая. Замучаюсь проветривать. А сейчас зимой химчистку заказать. Так она ж, я не знаю, ну сырая будет машина. Они ж все равно ее не высушат как надо. Трындец полный. Вот вам и подготовка к Новому году. Ну так и живем. Все, сейчас детей домой, всех домой. И за продуктами. Ой, а чего мусора столько? Зайки моли. Это Илюха сделал мусор. Ну ладно. Возьмешь тогда просто веничек, маленький совочек. И подметешь, хорошо, Илюша? Внимай, встань, Илья, встань. Вставай с рельсов. Мальчишки сверху, а, сверху, да, со шкафа достали паровоз. Да, Илюша. И вот, они его поремонтировали. Батарейки встали, у меня, там был пульс. А он же был когда-то сломан. А, или Саша ремонтировал. Никто его не ремонтировал. Нет, Саша что-то делал с ним, зайка. Выход. А если нет? Нет. Или нет? Ну, в общем, Дима вставил, видите, батарейки. Ладно, но... Вот дай покажу, раз уж попало так красиво в кадр. Да не надо мне пульт, Илья. Штаны Дима у нас сорвет. Да, Дима? Да. Ой, он еще и тут укает. Какая прелесть. Задний ход не хочет. Не хочет? Не работает? Блин, обидно. Да ладно, ну уже. Опа, а теперь назад. Будет ехать, нет? А ну сейчас. После остановки едет, нет? О, вот, надо останавливать. Здорово. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. А это от него рельсы, нет? Да, да. Так, а... Можно делать это. А можно вот так вот сделать? Вот такую там какую-нибудь? Да. Только мне надо очень много деталей, чтобы ее... Закрепить. Да-да-да. Закруглить. Понятно, ясно. Молодцы. Ну, играйте. Опять мутный объектив, да? Димуль, не кричи, пожалуйста, тихонечко пока. Хорошо. Ну что? В двух словах сейчас постараюсь. Никуда я не поехала. Я заехала к Саше на работу. В итоге Саша меня вежливо выпроводил. Вообще у нас с Сашей в последнее время очень часто возникают конфликтные ситуации. Вот. Особо подробностей я не хочу. Много подробностей. В общем, ну а что? Короче, приехали друзья, и я оказалась лишней. Ну, лишняя так лишняя. Вот. Ну, не совсем, конечно. Меня-то это, извините, задело. В общем, с Сашей мы... Поругались? Я расплакалась. Ну, естественно, уже ни за какими продуктами я не поехала. Приехали домой. Вот, в общем, перекусили. Начистила картошки. Сейчас хочу пожарить картошки с подчеревком. Остался кусочек подчеревка. Хочу картошки жареной с подчеревком. И сделаю... У меня осталось немножко фарша. Добавлю туда сыр, потру. И сделаю как сырно... Даже не сырно, а мясо сырные котлеты. Ну, вот хочется просто... Котлет не просто котлет, а вот с добавлением сыра. Или потру, или, может быть, даже кусочками порежу в серединку фаршик, в серединку, как котлетку. Закатаю, обваляю в муке и пожарю. Вот, чтобы он там внутри приплавился чуть-чуть. Вот, вот так хочу, точно. И хочу картошечки жареные. Короче, за продуктами не поехали. Декабря 30-е. Ёлки нету, ёлку мы не купили. Потом, сейчас узнаете почему. Вот. Короче, Новый год вообще никак. Отношения с Сашей у нас портятся. Мы тут валежник нашли. Дорогу же ремонтируют. И... Ну, не видно. Короче, мы смотрим, что мы тут уже не первые такие. Вырывали, повалили деревья. Дорожники, строители. Прокладывают. Короче, прокладывают. Мы тоже решили. Их всё равно вывезут, выкинут. И мы решили взять себе кусочек. Да, а давай ещё веточек. Давай. Видно вам? Вот такие дерева. Ну вот, она просто с корнем выдранная. И она не одна. Их тут много-много по обочине. Вот. В общем, всё равно их будут вывозить. Так что мы сейчас веток наломаем. Накупили фруктов. Это ещё не всё. Так что мы сейчас... ВОДОВ. 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 Продолжение следует...